Добрый день, товарищи! Эпоху СССР наверняка прекрасно помнят и не могут забыть ваши родители. В ней делались качественные вещи, но далеко не всегда самые передовые и технологичные. Сегодня я предлагаю вспомнить пятерку самых лучших айфонов из СССР. ТА-68 – самый популярный дисковый телефон. Самый популярный телефонный аппарат Советского Союза ТА-68 изготавливает ведущий производитель автоматических телефонных станций и крупнейший завод Латвийской Советской Социалистической Республики ВЭМ. Эта фабрика была основана еще во времена Великой Октябрьской Социалистической Революции. В эпоху развитого социализма в СССР завод ВЭФ начал выпуск самой популярной модели массового телефонного аппарата ТА-68. Такой есть даже у меня. Я себе вместо Сяоми прикупил. Советские люди получили возможность пользоваться передовым устройством телефонных сетей нашей великой родины. Номер абонента на другой стороне телефонной связи набирался на этом аппарате путем вращения диска от нужной цифры до фиксатора. Так перебирались поочередно все цифры телефонного номера. ТА-68 отличался повышенной долговечностью. У многих граждан Советского Союза этот телефонный аппарат до сих пор находится в рабочем состоянии. ТА-12 – кнопочный телефон. Во времена перестройки, когда Советским Союзом правил первый президент Михаил Сергеевич Горбачев, в торжественной обстановке прошел пуск производства на латвийском заводе ВЭФ модели кнопочного телефонного аппарата ТА-12. Опытные латвийские инженеры создали по сути компактную электронную очистительную машину, которая позволяла осуществлять звонки в телефонных сетях. ТА-22 был построен на основе специализированных микросхем – вершины советской радиотехнической промышленности. В памяти этого уникального электронного устройства заносилось до 10 номеров абонентов для их автоматического набора путем нажатия всего лишь одной кнопки. Граждане Советского Союза могли приобрести приставку к телефонному аппарату ТА-12 – автоматический определитель номера звонящего абонента. ВЭФ ГУНТА-202 – настенный телефон. Уважаемые товарищи, в конце 80-х годов в моду вошли настенные телефонные аппараты. Они не имели как таковой коробки корпуса, а состояли из такой вот телефонной трубки, такой вот кнопочной панели и кабеля. Передовиком в этом направлении по-прежнему стал ведущий производитель автоматических телефонных станций ВЭФ из братской латвийской советской социалистической республики. Его модель настенного телефонного аппарата ГУНТА-202 сразу набрала популярность среди наших сограждан. Она обладает множеством инноваций. Благодаря использованию компактных микросхем, весь блок управления удалось поместить в одной телефонной трубке. В качестве индикаторов текущего звонка применяются светодиоды – современные световые приборы. ТАКСОФОН Я решил, что при обзоре советских телефонов нельзя обойтись без таксофонов, которые стали символами той эпохи. До самого развала Советского Союза в телефонных будках использовались таксофоны, разработанные еще в 50-х годах прошлого столетия. Товарищ, добрый день! Алло! Ох уж эти хулиганы, а! Таксофоны производил Пермский телефонный завод. Они представляли собой металлическую коробку, покрытую порошковой краской. А внутри корпуса располагалась копилка, монета-приемник, а также дисковые номера набиратель. Радио-телефон «Алтай». Уважаемые товарищи, для обеспечения постоянной телефонной связи членом Политбюро Коммунистической партии Советского Союза фабрика «Алтай» разработала телефоны, работающие в радиоволновом диапазоне, что позволило оснастить правительственные партийные автомобили источником мобильной телефонной связи. Сегодня телефонная сеть, основанная на радиовышках, действует в 114 городах всего Советского Союза. Сам телефон представляет собой вытянутый прямоугольный корпус, устанавливаемый в центральную консоль автомобиля. Показывать не буду. Телефонный аппарат на радиосвязи для автомобиля оснащен кнопочным номеронабирателем. В нем также используют индикаторы на светодиодах. Для простых смертных в СССР были доступны только стационарные телефоны. Но, как видим, им было из чего выбирать. С другой стороны, мы должны благодарить судьбу, что выросли уже в эпоху высоких технологий и можем наслаждаться мобильными аппаратами. А теперь игра. Ваша задача узнать вот этот смартфон. Подумайте хорошо. И ответ пришлите нам по номеру телефона. Плюс семь, восемь, три, два, три. А еще подпишитесь на нашу телепередачу и смотрите ее по понедельникам, средам, пятницам, субботам в 19.00. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!